Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре седан Mercedes-Benz CLS-класс. На видеоавтомобиль в комплектации CLS 350D Sport с дизельным мотором объемом 2,9 литра с полным приводом и с автоматической коробкой передач. Цвет автомобиля серый графит. Автомобиль оснащен колесами разного размера. На переднюю ось установлены литые диски 19 диаметра с шинами размерностью 245 на 40. На задней оси колеса 19 диаметра с шинами размерностью 275 на 35. В заднем бампере расположен парктроник. На крышке багажника установлен спойлер. Рейлинги не предусмотрены. Боковые зеркала окрашены в черный цвет. Брелок ключа с тремя кнопками. Автомобиль оснащен системой без ключевого доступа. Ручки дверей с хромированной отделкой. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Автомобиль оснащен салоном черного цвета и декорирован ставками под дерево темного цвета. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений кожаная. Водительское сидение оснащено электрическими регулировками. С помощью электропривода в сидении можно двигать вперед и назад, поднимать или опускать и регулировать наклон спинки. Регулировка подголовника осуществляется с помощью электропривода. С помощью электроприводов можно регулировать длину подушки сиденья. Сиденье оснащено электрическим регулировкой поясничного подпора. На водительской двери расположен блок управления памятью водительского сиденья. Память можно сохранить при различной настройке. Рулевое колесо оснащено электрическими регулировками. С помощью электроприводов руль можно регулировать по вылету и углу наклона. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки старт-стоп. Автомобиль оснащен цифровой панелью приборов. Слева от руля расположен блок управления осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни и ближний свет. Кнопка включения заднего протитуманного фонаря. Указатели поворотов. Левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Автомобиль оснащен светодиодными фарами. Передние протитуманные фары не предусмотрены. В переднем бампере расположен партроник. Задние стекла заводской тонировкой. Клиренс автомобиля составляет 93 мм. Задние фонари светодиодные. Задняя протитуманка расположена в блоке заднего фонаря. Возвращаемся в автомобиль. На водительской двери расположены кнопки управления центральным замком. Далее идет кнопка системы электроскладывания боковых зеркал. Рядом расположен блок электрических регулировок боковых зеркал. Автомобиль оснащен системой мониторинга слепых зон. Индикация системы расположена в боковых зеркалах. Далее идет блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники с доводчиками. Левый подрулевый переключатель отвечает за управление передними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Кнопки слева на руле отвечают за выбор информации, выводимой на цифровую приборную панель. В меню путевая статистика на панель приборов выводятся данные бортового компьютера. На панель приборов можно вывести информацию мультимедийной системы, телефона или навигации. Также предусмотрен выбор дизайна панели приборов. Водитель может выбирать из нескольких предустановленных стилей и настраивать их под себя. Кнопки слева на руле отвечают за управление круиз-контролем. Круиз оснащен функцией лимитатора скорости. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем с диагональю 12,3 дюйма. Магнитола поддержит радио в диапазонах FM и AM. Автомобиль оснащен премиальной аудиосистемой Burmister. Также поддерживается Bluetooth-аудио и присоединение внешних устройств через USB-разъемы. Также магнитола поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на центральный дисплей онлайн-навигацию и другие сервисы. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Можно менять громкость или менять радиостанции. Также можно управлять мобильным телефоном, подключенным по Bluetooth. Автомобиль оснащен встроенной навигационной системой с картами. В меню Comfort доступно управление декоративной фоновой подсветкой. Можно выбирать цвет и яркость подсветки. В меню Информация на дисплей можно вывести данные маршрутного компьютера и информацию о текущем состоянии автомобиля. Меню Ассистентов водителя. Отключение системы стабилизации. Климат-контроль двухзонный. Включим систему с помощью кнопки авто. Управление климатом осуществляется с помощью графики на дисплее или с помощью физических кнопок. Регулировка интенсивности обдува. Регулировка температуры с водительской стороны. Регулировка температуры с пассажирской стороны. Кнопка Sync синхронизирует передние зоны климат-контроля. Выбор направления обдува. Кнопка переключения рециркуляции воздуха. Кнопка C отвечает за включение кондиционера. Кнопка включения электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Кнопка подогрева водительского сидения. Подогрев трехрежимный. Потолок черного цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. На потолке расположено освещение для водителя и пассажира. На потолке расположен очечник. Также на потолке расположена кнопка системы AeroGlonass. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В боксе расположен USB-разъем. Внише с крышкой расположены подстаканники, розетка на 12 вольт и USB-разъем. Бардачок с подсветкой и с охлаждением отделан тканью. Кнопка включения парктроников. Кнопка включения камеры заднего вида. Автомобиль оснащен системой переключения режимов движения. Водитель может переключаться между режимами Eco, Comfort, Sport, Sport Plus или Individual. Выбранный режим движения отображается на экране мультимедийной системы и на панели приборов. Ручной тормоз электрический. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач автоматическая 9-ступенчатая. Управление осуществляется с помощью правого подрулевого переключателя. При включении задней передачи активируются парктроники и камера заднего вида. Изображение выводится на дисплей мультимедийной системы. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи с помощью подрулевых лепестков. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Немного погазуем. Теперь перейдем к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Салон от багажника отделен полкой. Заднее сиденье с центральным подлокотником. В нем расположен бокс и подстаканники. В спинках передних сидений расположены карманы для вещей. Для пассажиров заднего ряда предусмотрены отдельные дефлекторы системы вентиляции. Также предусмотрены два USB-разъема. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается полностью. На потолке над дверью находится освещение для задних пассажиров и ручка с крючком. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 520 литров. Слева в багажнике находится открытая ниша с сеткой. Боковины и пол багажника отделаны тканью. Под полом в багажнике расположена ниша. Для сложения спинки необходимо потянуть за ручок. Сиденье второго ряда складывается в соотношении 40 на 20 на 40. Задние сиденья складываются без ступеньки. Крышка багажника оснащена электроприводом. Ключок бензобака открывается снаружи автомобиля. Объем топливного бака составляет 50 литров. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью этого рычага. Капот фиксируется с помощью двух пневмоупоров. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель турбированный, дизельный, шестицилиндровый. Объем 2,9 литра с отдачей 249 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели седан Mercedes-Benz CLS класс в комплектации CLS 350D Sport с дизельным мотором объемом 2,9 литра с полным приводом и с автоматической коробкой передач. Прайсовая цена такого автомобиля на момент съемки обзора составляет 7 250 000 рублей. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр Mercedes-Benz из Майлова. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч!